Всем привет, вы на канале The Box, меня зовут Болодин. Ну что, друзья, знаете, что хочу спросить? Вот вы помните компанию Verto? Да, ту самую компанию, в телефонах которой все знали, но никто их в глаза не видел. Так вот, долгое время мне почему-то казалось, что компания Verto больше не существует. Но как оказалось, что она живее всех живых и делает очень крутые смартфоны. И вот сегодня я вам и расскажу о новых смартфонах компании Verto. Цены которых, знаете, просто шокируют, а вот фишки этих смартфонов вызывают только одно. Но я хочу этот смартфон. Короче, давайте не тратить время не зря. Подписка, если вы еще до сих пор не подписаны, хотя честно сказать, ну это уже как-то удивительно. Лайк, помчали? Ну и знаете, на самом деле могу вам сказать, что компания Verto это довольно-таки необычная компания. Ведь они чуть ли не единственные в мире, которые позволяют себе выпускать кнопочные телефоны с ценником квартиры. И вот насчет цены я вообще не преувеличиваю. Но об этом расскажу немножко позже. В общем, из классических кнопочных моделей у Verto есть сигнатура V, которая выглядит прикольно снаружи, но вот внутри это какая-то, ну, китайская мобила. Да, дизайн здесь реально интересный. Ведь даже самая дешевая модель из нерзавеющей стали и кожи выглядит стильно. Ну вот самое прикольное, это сигнатура V TANGGA, потому что там уже на задней панели размещается вручную написанная картина. Хотя я считаю, что за такие деньги там должна быть не просто картина. Там еще должен прилагаться отдельный экскурсовод, который вам и расскажет про вот эту вот картину. И, кстати, одна из причин, почему же все-таки телефоны Verto такие дорогие. Все дело в том, что они собираются мастерами вручную. И под крышкой даже можно найти подпись того, кто собирал вот это вот устройство. Притом мастер еще и отбирает лучшие материалы, не просто материалы, а лучшие для создания вот этого вот телефона. И вот большая часть вот этой вот заказанной кожи там или металла просто бракуется. В общем, Verto усложнили себе жизнь, чтобы потом, естественно, поднять цены на вот эти вот смартфоны. Хотя, как по мне, так Verto может еще сильнее заморочиться ради поднятия цены смартфона. Например, собрать смартфон там без рук или, например, собрать смартфон с закрытыми глазами. Так что Verto задумайтесь, у вас еще есть он куда расти. Ну, а как я вам и сказал, пускай, конечно, снаружи вот эта Verto сигнатуры выглядит и дорого, но вот внутри это обычная китайская звонилка, да? Ведь в качестве дисплея тут используется TFT-панель, NFC нет вам никакого. А вот работает это все на операционке на базе Linux. Короче, вверх у Signature Way это такая обычная звонилка, которой можно все-таки даже попонтоваться, например, перед президентом. Ну да, конечно, потому что самая дешевая модель вот этого вот смартфона стоит 18 600 долларов. А вот самая дорогая версия из золота и бриллиантов обойдется вообще 118 500 долларов. У некоторых он брендов даже телефонный завод вместе с персоналом дешевле стоит. В то же время вот для сравнения у Xiaomi есть тот же самый Queen F22 Pro, который работает на Android, а также еще и получил процессор Mediatek G85 и еще и сенсорный дисплей. И вот этого телефона уже хватит не только, чтобы позвонить, но чтобы еще, например, поиграть, ютубчик посмотреть и даже пофоткать. Притом стоит вот это вот все удовольствие всего 150 долларов. Я прекрасно понимаю, что покупатели Verto в основном платят за что? За материалы корпуса и за сервис. Ну, кто мешает компании Verto поставить нормальные характеристики? Ну, кто? И, кстати, минуточка истории. Интересный факт. Значит, Verto это вообще британская компания, которая основала наша любимая Nokia еще в 1998 году. Правда, вот в 2012 году финны продали это подразделение EQT. Потом эти ребята продали Verto китайцам из Godin Holdings. А вот с 2017 года бренд уже принадлежит туркам из Bufferton LTD. Ну, а теперь вроде как компания уже снова попала в руки китайцам и весь бизнес ведется оттуда. Короче, Verto можно назвать самой успешной бэушной компанией 2022 года. А если вы хотите узнать еще больше всего интересного об истории Verto, то обязательно поставьте лайк вот этому вот видео и напишите об этом в комментариях. Так я буду знать, что вам интересна вот эта вот тема и обязательно сделаю отдельную программу. Но все же вот сейчас компания Verto делает не только кнопочные смартфоны там из золота, из бриллиантами, но еще и очень интересные смартфоны. И вот честно говоря, я даже сам вот не знал, что скажу это, но некоторые модели вот прям прикольные. И вот могу сказать, что Verto, вы знаете, все-таки, видимо, понимали, что на кнопочных звонилках, как говорится, далеко не уедешь. Так что они начали делать уже Android-смартфоны. Притом более современные модели стали куда дешевле. И теперь вот лакшери-мобилки могут себе позволить уже не только миллиардеры, но еще и миллионеры. Да, Ховой, можете не волноваться, на вашу аудиторию никто не претендует. Ну вот, например, Verto выпустила Aster P, который годится уже не только для того, чтобы гонять понты. Ну, все-таки у него и характеристики хорошие, но есть еще вообще отдельные фишки, которые улучшают безопасность. И вот если, например, в предыдущей модели стоял маленький TFT-экранчик, то здесь вот вам уже большой AMOLED-дисплей с Full HD-разрешением. Но, правда, Verto все равно умудрилась облажаться, потому что у дисплея есть отступы сверху и снизу. А все почему? А все потому, что верхняя и нижняя рамка здесь неровные. И в итоге остаются вот такие вот, как говорится, проплешины. И вот выглядит это как-то странно. И даже кажется, что это не оригинальный Verto, а какая-то его китайская копия. Ну, а зато, например, компания уже позаботилась здесь о защите. Ведь сам экран прикрыт сапфировым стеклом в 130 карат. И вот, например, Verto нам обещают, что оно не только очень прочное, но еще и гладкое. Так что палец будет вообще без каких-либо проблем скользить по дисплеям. Ну, ясное дело, что и сам смартфон сделан, извините, не из говна и палок, а из премиальных материалов. Вот, например, ранку здесь забабахали из титального сплава пятого класса, который обычно используется в строительстве самолетов и космических шаттлов. К тому же, такой материал еще и в два раза прочнее нержавеющей стали, но при этом куда легче. Ну, вот спинку смартфона делают уже из кожи разных видов. И, кстати, при создании вот этого вот устройства страдают даже крокодилы. Поэтому, знаете, хотелось бы обратиться вот к кассирам зоопарков. Если вы видите работника Verto, то не продавайте ему билет. Ладно, потому что потом просто животных же не досчитают. Но все же хочется отметить, что вот эта задняя панель интересна не только отбивкой, но еще и расположением лотков под симки. И вот вся фишка в том, что отсеки для них расположены под двумя крышками, которые открываются вверх. Ну, как на спортивных авто. И выглядит это довольно-таки прикольно и очень практично. Потому что, например, карточки можно быстро так заменить, и даже иголка не нужна. Да, поэтому такой телефон отлично подойдет, например, для работников колл-центра. Да, в какой-то скромной нефтяной компании. В то же время вот, например, процессор, знаете, ну вообще не впечатляет. И даже можно сказать, что разочаровывает. Ведь вверху поставили простенький Snapdragon 660. Да и, кстати, камеры у смартфона тоже не очень хорошие, а особенно как за такие денжища. Так что пускай вот этот Astor P стоит и недорого, но по характеристикам это Android смартфон за 200 баксов. И вот это вот максимально странно. Это все равно, что знаете, что в Bugatti поставить мотора Джигули. Но вот чем Верту действительно выделяется, так это безопасность. Но, во-первых, вот этот вот смартфон умеет шифровать звонки и сообщения. Правда, вот компания почему-то не уточняет про совместимость, поэтому я думаю, что все-таки это работает в случае звонка между двумя смартфонами Верту. Ну и, во-вторых, пользователь еще и может удаленно блокировать или удалять данные на смартфоне, что я считаю тоже полезно. Ну а просят за вот этот вот Astor P от 5300 до 17000... Нет, не волнуйтесь, не фунтов, а обычных долларов. Так что в мире Верту можно сказать, что это такой, знаете, середнячок. Ну а что самое прикольное, так это то, что независимо от версии, всем пользователям доступен вот этот вот Concierge Service. И вот в чем же фишка? На смартфоне установлено приложение, в котором вы можете, например, оставить поручение, и потом реальный человек сделает то, что вы попросите. Ну, например, можно попросить забронировать, там, не знаю, билеты, или, например, что-то вам доставить. В общем, вместе со смартфоном вы получите настоящего такого персонального помощника, который будет на связи 24 на 7. Но все же услуги Concierge Service будут бесплатны исключительно только первый год после покупки. А потом придется уже платить по 3000 долларов в год. А еще переживал же у меня тарифный план, дорогой. Теперь-то мне уже так не кажется. Ну и, честно говоря, конечно, с такой фишкой цена смартфона уже становится как-то более оправданной. Ну, конечно, за такие деньги, знаете, можно купить, например, несколько iPhone 14 Pro Max, отчего нет. Ну, конечно, Сирия уже не будет бегать по городу в поисках бутылочки кристалла, но тем не менее. Слушайте, слушай, а вы, кстати, мои вещи из кимчистки забрали? Конечно. Вот, видите, у меня свой собственный серий. Ну, конечно, срабатывает не каждый раз, но тем не менее. Ну и вот после выхода вот этого AstorP компания уже поняла, что лучше делать более доступные смартфоны с хорошими характеристиками, чем лепить бриллианты на простые звонилки. Потому следующий смартфон компании стал прям настоящий такой флаг. Но сначала полезный совет. Значит, если ваш начальник вас постоянно грузит к какой-то дополнительной работе, цепляется к вам постоянно, то не нужно злиться, а тем более не нужно делать ему какие-то подлянки. Не нужно. Просто возьмите телефон и покажите ему канал мой. Все. У меня там столько полезной информации, что он не то, что вас не будет грузить какой-то работы, он вообще забудет про то, что вы существуете. Вы же только в день зарплаты возьмите, заберите у него телефон, получите зарплату, а потом опять ему его отдайте. Все. Да не надо не благодарить. Подписывайся. И вот iVertu, знаете, тоже выглядит круто, как и предыдущие модели. Но уже не потому, что здесь все дорого сделано, а просто потому, что дизайнеры постарались. Ведь даже самая дешевая модель выглядит отлично. И мне, кстати, даже кажется, что подобное спокойно могла бы делать и LG. Ну да, все-таки раньше они баловались вот этими разными кожаными смартфонами. И вот iVertu прям вот выглядит в их стиле. И в целом здесь есть доля правды. Но об этом мы с вами поговорим немножко позже. А сейчас давайте поговорим о характеристиках. И вот, как я и сказал, вот этот iVertu это настоящий флагман. Но, правда, не этого года, а 2021. Все-таки смартфон работает на Snapdragon 888, который ставили во флагманы прошлого года. Но все же прям нельзя сказать, что этот процессор прям устарел. Нет. Его запаса мощности еще хватит на пару лет точно. Ну и к тому же iVertu еще ставит в этот смартфон 12 гигабайт оперативки LPDDR5, а также еще и накопитель UFS 3.1 на 512 гигабайт. Да, поэтому если вы, например, бизнесмен, который хочет время от времени погонять в Genshin Impact, то этот смартфон для вас. Да, например, заключили контракт на продажу нефти на несколько миллиардов долларов, а потом все, а потом побегали себе маленькой азиатской девочкой. Идеальный. Да и дисплей, вы знаете, у этого смартфона тоже отличный. В Vertu поставили OLED-панель с поддержкой частоты обновления в 120 Гц. Притом рамки вокруг экрана очень тоненькие. И вот дисплей занимает 93% передней панели. Но, правда, что хочется отметить, что Vertu здесь уже не хвастается крутой защитой из вот этого сапфирового стекла, и даже предусмотрительно кладет в комплект маленькую пленочку. Так что можно предположить, что здесь какой-то, знаете, как это там Gorilla Glass 5. Вот чувствуете, как это, как такой бедностью пахнуло, когда сказал про этот Gorilla Glass 5. И, кстати, в плане автономности, вы знаете, все тоже круто. Ведь смартфон получил аккумулятор на 4200 мАч, а также еще и поддерживает быструю зарядку в 55 Вт. Да и, кстати, камеры у смартфона тоже неплохие, ведь Vertu поставили основной модуль и ультраширик на 64 мегапикселя. Так что фотки получаются хорошие. Ну, по крайней мере, фотки не будут выглядеть, как из игры Майнкрафта, как это было в предыдущих версиях Vertu. Поэтому можно сказать, что вот с этим iVertu компания, знаете, ну, как это сказать, превзошла само себя. Но вот, что касается технических характеристик, то это совсем не так. А все дело в том, что, скорее всего, Vertu попросили помощи у ZTE, ведь iVertu, ну, очень похож на Axon 30 Pro. Вот, например, в первую очередь на это намекают характеристики, потому что вот в плане железа смартфоны практически идентичны. Ну, а вот если, например, присмотреться к дизайну, то заметите, что рамка у iVertu точно такая же, как и у Axon 30 Pro. И, кстати, расположение модуль камеры тоже похоже. И вот единственное отличие – это оформление. Короче, знаете, это вот как до и после корпоратива. Вот как будто бы один и тот же человек, да? Вот выглядит, ну, совсем по-разному. Нам все стоит отметить, что Vertu не делала никаких официальных анонсов о сотрудничестве с ZTE, так что мои слова – это больше, знаете, как теория. Но давайте все-таки не забывать, что сейчас Vertu владеют китайцы, и, скорее всего, вот этот вот смартфон собирается на родине. Да, так что глава компании мог спокойно прийти, например, на завод, достать вот этот Axon 30 Pro и сказать «хочу точно такой же, только с другой крышкой». И, кстати, про модельный ряд. Несмотря на то, что iVertu копирует другой китайский смартфон, он остался все таким же люксовым. Ну, как минимум, потому что самая дешевая модель вот этого смартфона стоит 2900 долларов, а вот самая дорогая – практически 70. Ну, ясное дело, конечно же, цена еще зависит от того, насколько будет понтовым вот этот вот корпус. Потому что пользователи все так же могут выбрать, например, разные типы кожи. Также, например, инкрутистировать вот эту вот заднюю панель, там, например, золотом, бриллиантами. Ну, или взять, например, вообще все сразу. Но все же новый смартфон iVertu, который должен выйти вот в этом вот году, удивит не только ценой, но еще и технологиями. Ведь компания собирается выпустить самый вообще крутой смартфон, который они вообще когда-либо делали. И вот буквально недавно компания iVertu представила Aiaxta Fold 3. И как можно понять, что по названию, что по первым изображениям это будет складной смартфон. При том вот непонятно почему, но компания решила позиционировать вот этот вот смартфон, как смартфон для девочек. Ведь вот этот вот смартфон может складываться, как дамская сумка. И вот, судя по фоткам, в комплекте с этим смартфоном даже будет специальная цепочка, чтобы носить вот этот вот смартфон как клатч. Ну, я, знаете, не думаю, что это прям очень практично и безопасно. Ведь если носить вот так вот смартфон, то его попросту могут украсть. А учитывая, сколько стоит вот этот Aiaxta Fold 3, так я думаю, что новый владелец у него очень быстро появится. Ну и что интересно, так это то, что Vertu решили сделать смартфон только с одним складным дисплеем. Ну, то есть, если вам нужен более компактный экран, то вы просто складываете Fold 3 и пользуетесь только одной стороной. Ну, а если нужен экран побольше, то раскладывайте его и юзайте. Ну, в общем, компания Vertu решила, не знаю почему, но не копировать Galaxy Z Fold от Samsung. Что, могу сказать, похвален. И очень надеюсь, что у компании Samsung все-таки не хватит ума скопировать смартфон Vertu. Правда, вот с производительностью, вы знаете, какая-то лажа. Потому что в смартфон ставят Snapdragon 765, что я прям считаю вообще не по-флагмански. Причем работать он почему-то будет на Android 10, что уже, знаете, даже как-то странно. Я не знаю, ну неужели у компании Vertu все настолько плохо, что они не могли взять лицензию на новую операционку от Google. Ну, а вы знаете, Google тоже молодцы. Вы что, не могли пойти к молодой китайской компании на уступки? Сделайте им какую-то нормальную скидку. Не видите, что у ребят бриллианты заканчиваются, нет? Добрее нужно быть. Это при том, что стоимость вот этого смартфона составляет 8 тысяч долларов. И пока, как говорится, по бедности к продаже готовятся только варианты с разными расцветками крокодиловой кожи. Все же, вот прикольные фишки там тоже есть. Вот, например, камера здесь откидная. И вот если нужно, например, сделать селфи, то пользователь просто поднимает ее вверх. И вот это, я считаю, что выглядит уже даже как-то прикольно. Правда, скорее всего, Vertu не сами до этого додумались, потому что вот это сам AJAX-то Fold 3, ну уж очень похож на еще не анонсированный Royal F3. Хотя, знаете, с другой стороны, воровать нужно тоже уметь. Хорошо, что у Samsung не украли вот эту вот фишку взрываться. Да, Русь? Ну, если вам понравилось это видео, то, конечно же, посмотрите и вот эти. Потому что они не только полезные, но еще веселые и интересные. Ну и главное, помните, что все самое интересное, где правильно, в коробке.